А теперь об одной из главных тем этой недели. Итогом последнего раунда переговоров в формате Россия-Евросоюз-Украина о зоне свободной торговли. Консультации, которые продолжались больше года, завершились безрезультатно. В Москве считают, перед нашей страной были поставлены фактически невыполнимые условия. При этом западные партнеры отказались учесть интересы России, поставленные под удар созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Тем временем, как подчеркнул сегодня Владимир Путин, Москва заинтересована в создании благоприятного режима торговли и намерена наладить отношения в этой сфере. Григорий Емельянов продолжит тему. Переговоры, длившиеся в общей сложности более полутора лет, закончились быстро и неожиданно. И это, оказывается, Россия виновата, что европейская делегация хлопнула дверью со словами, как из плохого кино. Гейм-овер. Игра окончена. По крайней мере, в пресс-релизе ЕС обвинял именно Россию. Но пытались ли вообще услышать нашу страну на переговорах о зоне свободной торговли? Уж сколько раз говорили, что вступление в силу этого соглашения между Киевом и Брюсселем ставит под угрозу российский рынок, незащищенный от товаров, которые могут хлынуть из Европы через Украину. Без пошлин и без контроля. Все все знают. И тем не менее, в Москве фактически предъявляют список, что мы должны сделать в императивном порядке. Наших доводов не слушают. Мы должны перейти на европейскую систему фитосанитарного контроля. Это будет означать, поскольку мы это в одноразово сделать не можем, что все наши сельхозтовары не будут допущены на украинский рынок. При этом при сохранении нулевых таможенных кошек между Евросоюзом и Украиной, между нами и Украиной, весь европейский товар пойдет и на Украину, заместив в том числе и нашу, и к нам. Вот и все. Мы говорим, ну как же так? Это же требует и времени, и переговорный процесс надо. Нет, вот только так. Дальше в списке европейских требований отечественная промышленность. И тут принять эти требования, значит причинить прямой вред экономике. Мы должны перейти на европейскую систему технического регулирования и технических стандартов. Мы говорим, послушайте, для того, чтобы мы перешли на вашу систему технических стандартов, нам нужно обновить оборудование, чтобы выпускать продукцию вот этого качества. Это время и сотни миллионов, миллиарды инвестиций в евро. Это же время нужно. Хотя некоторые стандарты у вас лучше. Мы же не можем сегодня предприятия закрыть, на улицу людей выбросить. Или потерять полностью тот же самый украинский рынок. Москва настаивала, что сложный переходный период должен длиться не менее 10 лет. Европейцы же выдвигали нереальный срок. 18 месяцев и даже меньше. При этом не пытались прояснить вопросы, принципиально важные для России. Страна происхождения товара. Чрезвычайно важный вопрос. Крупногабаритная сборка будет происходить на Украине, и весь этот поток хлынет к нам. В любую отрасль. Это же очевидная вещь. Но нам нужно выработать систему, которая даёт точное понимание, ответ на вопрос происхождения товара. А для этого нужно наладить нормальную работу таможенных органов. Нет, вот если вас что-то будет беспокоить, вы нам сообщите, а мы подумаем. Когда наши переговорщики поставили вопрос совершенно конкретно и принципиально, партнёры наши что сделали? Руководитель делегации Европейской сказал, game is over, встал и ушло. Игра закончена и ушли. А пресс-релиз сегодня выпустили, что российская делегация сорвала переговоры. Я думаю, что это, конечно, не очень по-европейски, совсем не толерантно. Такой эмоциональный отказ европейских представителей продолжать переговоры. Фактически на пустом месте. Или это признак нежелания искать компромисс, такой, чтобы был приемлем для всех? Очень странно выглядело заявление Европейского Союза о том, что Российская Федерация несёт ответственность за провал переговоров в связи с отсутствием какой-либо гибкости. Это, по крайней мере, лживо и цинично. Мы предлагали неоднократно самые разные варианты решения проблемы. Российская Федерация предложила четыре варианта юридически обязывающих документов. Мы никогда не предлагали вносить изменения в основной документ, в основной договор между Украиной и Европейским Союзом. Мы предлагали оформить дополнительными соглашениями те вопросы, которые волнуют, в первую очередь, нас, защищают наш рынок, но и позволяют, с другой стороны, имплементировать соглашения между Украиной и Европейским Союзом. В итоге мы никогда не получили позитивного ответа на наши предложения. Напротив, нам были представлены варианты, разработанные в Европейском Союзе, которые, по сути, все наши предложения перечеркивали. В российском МИДе констатировали, в Брюсселе даже не пытались договориться с Россией. Европейские партнеры, цитата, занимались лишь имитацией переговоров и очевидными тактическими манипуляциями. Цель – поставить Россию перед свершившимся без ее участия фактом. Впрочем, европейцам еще придется вернуться к обсуждению этих вопросов. И не раз, считает Владимир Путин, Россия открыта для диалога со всеми участниками. Однако, пока нас не слышат, наша страна будет обеспечивать свою экономическую безопасность так, как посчитает нужным. Григорий Емельянов, Александр Горностаев, Первый канал. Григорий Емельянов, Александр Горностаев, Первый канал.